Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Индустрия красоты» и я, ее ведущий, Эдгар Шабанов. Ну а в гостях у нас сегодня генеральный директор издательского дома «Индопендент Медиа» Наталья Веснина. Очень приятно. Наталья, во-первых, сперва спасибо тебе большое, что ты нашла время, и мы могли встретиться сегодня на нашей передаче. Спасибо, что пригласили. Во-вторых, я, ну или первых, на самом деле, в первую очередь хочу узнать, как ты попала в медиабизнес, потому что по образованию ты вроде физик, а тут я сразу вспоминаю, что физика была одним из моих нелюбимейших предметов в школе, поэтому давай расскажи о своем, пожалуйста, пути, как из физика стать медийным менеджером. Ну, это действительно такой удивительный поворот судьбы. Я бы сказала, наверное, это были такие времена, потому что я действительно закончила московский физтех, поступила на факультет аэрофизики и космических исследований, должна была заниматься... Затать в космос. Да, но не летать, но, во всяком случае, заниматься наукой. И, к сожалению, на тот момент действительно происходила такая глобальная перестройка, и, скажем так, наука стала как-то меньше, в нее стали меньше инвестировать, и, в общем-то, в какой-то момент, когда я уже была на втором курсе аспирантуры, я поняла, что жить на что-то надо, как-то надо дальше выстраивать карьеру. И, да, пришлось уйти из науки, я проработала там буквально пару лет у моего одногруппника в коммерческой большой компании, а потом мне попало вот это объявление о вакансии в Индопенд Медиа через моих знакомых, и я пришла на собеседование к Дерку Саверу, который основатель Индопенд Медиа, пришла в Индопенд Медиа, и, в общем-то, я как-то одномоментно абсолютно влюбилась и в Индопенд Медиа, и в команду, и в Медиа в целом, и вот с тех пор, наверное, уже много-много лет, я даже не буду говорить, сколько я работаю в Медиа. Но самый главный факт, что ты туда пришла на некую начальную позицию, да, и выросла из вот этой начальной позиции на позицию генерального директора. Сколько лет назад ты стала генеральным директором? Ну, сейчас уже, наверное, шестой год, насколько я помню. Но это же так, последние годы такие непростые были, что мы, в общем-то, как-то на волнах. Да, самые бурные. Я всегда ропщу, что почему именно на мой взгляд генерального директора это досталось, но, тем не менее, да, это уже шесть лет. Ну, вот, кстати, у нас же канал называется ProBusinessTV, да, поэтому, может быть, будет интересно, как вот в одной компании вырасти вот с начинающей должности на должность генерального директора. Что для этого требуется? Вот какие качества, как тебе кажется, тебе позволили совершить вот такую карьеру в рамках одной компании? Ну, мне кажется, что вообще в НДП, так сказать, пойдем от печки. Очень много людей, которые подолгу работают, и это, наверное, какая-то особенная корпоративная такая история, такая особенная команда. Мы действительно чувствуем себя такой большой итальянской семьей, которые периодически ругаются, ужинают и завтракают вместе, но создают совершенно потрясающий продукт. Вот. А что касается меня, я думаю, что это, наверное, какое-то такое бескрайнее любопытство, потому что мне всегда любопытно все. Опять-таки, возвращаясь к физтеху, у нас был такой традиционный вопрос на собеседовании. Человек, который уже сдал хорошо экзамены, он уже должен поступить, в общем-то, по количеству баллов. Его просят обойти вокруг стола, и если он обходит, он не всегда попадает на физтех. А если он говорит, зачем, тогда, соответственно, вот, и поэтому, в общем-то, наверное, такое природное любопытство и природная такая упертость, потому что, мне кажется, что нельзя вот, как бы, просто сказать, ну, грубо говоря, мы это не сможем сделать. Да, всегда нужно поискать какие-то пути реализации тех или иных вопросов. Ну, то есть, результативность тоже играет важную роль. Ну, да, да, наверное, да. Я думаю, что да. Понятно. Хорошо, ну, давай тогда поговорим немножко поподробнее о том, что из себя представляет на данный момент издательский дом Independent Media. У нас много перемен произошло с начала 20-х, поэтому расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, издательский дом, а теперь медиахолдинг Independent Media, потому что, действительно, мы уже давно не издательский дом, а медиахолдинг Independent Media сейчас, в общем-то, один из ведущих медиахолдингов, контентных медиахолдингов, добавлю, потому что сейчас есть разные компании. Мы, конечно, база вообще нашего бизнеса, основа нашего бизнеса, ДНК — это производство качественного и оригинального контента, который потом мы распространяем на самых разных носителях. Это носителях медийных. Это очень важно, потому что в современных реалиях ты должен дать возможность тебя увидеть, услышать или прочесть. Твоя аудитория абсолютно в любой сфере, на любом носителе. Мы входим в текущий момент в топ-10 вот этих самых контентных холдингов страны, и это очень серьезно, потому что мы, в общем-то, когда... Медийных холдингов. Медийных, да. Когда мы переобувались, то есть была локализация, мы оказались достаточно далеко от этой десятки. Сейчас мы вот опять туда вернулись. Спасибо, собственно говоря, нашим новым брендам и старым брендам, потому что все-таки у нас остались два бренда, которые мы издаем по лицейде. Это какие, извините? Это Грация. Она продолжает издаваться по лицензии. Здесь, в общем-то, есть ряд очень хороших возможностей. Наверное, потом я немножко про это подробнее расскажу. И Роб Репорт, который тоже издается по лицензии. Вот, соответственно, вот шесть брендов мы локализовали, и сейчас работаем с ними. Что у нас отмечает, наверное, что особенного в Индопенд Медиа, это, конечно, самое крупное глянцевое портфолио, потому что такого, конечно, портфолио... Ну, ты знаток рынка, да, и просто нет системы, системный подход к этому портфолио. И основа нашего бизнеса, это, конечно, наши дигитальные ресурсы. Это, в общем-то, большая часть нашего бизнеса. Сейчас они генерят большую часть выручки. И если говорить про аудиторию, то это порядка 75 миллионов. Именно дигитальная аудитория мы имеем, и, конечно, это нам дает... Уникальные. Уникальные, да, уники в месяц. Да, и это, конечно, нам дает определенные возможности, и возможность входить вот в этот топ-10 контентных медик-холдеров. Ну, давай поговорим немножко о локализации, да, вот глянцевых изданий. Как раз мне интересно, потому что, ну, вот мое, например, расприятие, да, я не очень привык к новым названиям еще, да, я всегда, когда пытаюсь привести параллель, как же это называлось раньше, да, допустим, Harper's Bazaar, да, сейчас это символ? За символ. За символ, вот. Вот, так что вот таким образом я пытаюсь новое название компасцировать со старыми. Как вообще вот в восприятии ваших читателей, да, они быстро привыкли к новым именам, и что, как ты считаешь, является вот такой триггерной точкой для них, чтобы они приняли вот эти новые названия? Слушай, ну, в принципе, вот я сейчас вспоминаю, это было два года назад, когда мы, собственно говоря, решили, что мы остаемся, что мы локализируем бизнес, что мы перезапускаемся под новыми брендами. Это было, конечно, очень непростое время, и вообще вот эти два года для нас, конечно, были такими на выживание, да, то есть. И сейчас вот уже увидя результаты 23-го года, и не только финансовые, но и с точки зрения объемов аудитории, с точки зрения брендоверенности, поскольку мы все это замеряем, уже можно абсолютно с такой четкой уверенностью говорить, что нам удалось не только локализовать и вот перезапустить шесть брендов из восьми одновременно, но и сохранить и бизнес Индопенд Медиа, и, главное, команду Индопенд Медиа. Это очень-очень важно, потому что все-таки команда — это то ДНК брендов, да, то самое важное в производстве контента и в производстве продукта, что вообще, на мой взгляд, существует. Да, наши читатели очень хорошо сейчас уже воспринимают, хотя был такой сложный период перехода, и, как я тебе только что сказала, мы откатились достаточно далеко вот от этой позиции в топ-10, но мы проделали огромную работу, и сейчас, естественно, поначалу нужно было объяснять, что вот у нас ВОЭС — это космополитен и так далее, и тому подобное, но мы проделали огромную работу, и действительно сейчас уже можно совершенно четко говорить, что наши читатели узнают наши бренды, что они любят наши бренды. И если говорить о результатах вот именно 23-го года, то нам, конечно, удалось сделать, на мой взгляд, невозможное. С точки зрения финансовой нам удалось превзойти наши результаты в 21-м году, когда еще были старые бренды, когда еще был, ну, как сказать, старый рекламный рынок с огромным количеством рекламодателей, которые нас покинули, да, там порядка 70-80% у нас просто ушли. Вот, и нам удалось не только финансово вот превзойти, так сказать, эти показатели, особенно по дичту, вот там очень серьезный рост в 21-м году, но и по аудитории. Вообще, если говорить про нашу аудиторию дичитальную, это фантастика, потому что каждый наш бренд устанавливает рекорд за рекордом с точки зрения именно аудитории, с точки зрения трансфика. Да, интересно, да, буду аудиторию, я хотел спросить вам, я так понимаю, что вам удалось сохранить не только вашу бывшую существующую аудиторию старых названий журналов, да, но еще и приумножить их. Да, ты прям вот у меня снял. Да, абсолютно, и про это даже достаточно много писала, писала в бизнес-прессу, от РБК, в частности, не так давно была статья о том, что нашему правилам жизни, это бывший эскварь, соответственно, и войсу, это бывший космопольт, удалось приумножить, существенно нарастить аудиторию дичитальную по сравнению с материнскими, скажем так, брендами, вот, но это не только они, есть еще новый очаг, который домашний очаг, бывший тоже у нас увеличение, и «За символ» вообще показал фантастические результаты, там действительно серьезная дичитальная аудитория и серьезный рост по отношению к тому, когда он был за «Харпес базар». И что самое интересное, на мой взгляд, вот, ты же, конечно, представляешь, что мы все-таки перезапускали и принт, и дичитал одновременно, а вот перезапуск «Харпес базар» в «За символ», он был чисто дичитальный, и он настолько успешен, что и аудитория больше, бренд практически за первый год показал положительный «Эбит», это очень-очень серьезно. То есть, если мы говорим про соотношение принт и дичитал, то есть вы в основном ударились больше в дичитал направление, то есть «Харпес базар» вы не восстановили пока принт, да? Мы не стали запускать пока на текущий момент принтовую версию. Ну, рынок не совсем сейчас к этому готов. Ты же понимаешь, люксовые бренды, они пока, там, сложно делать съемки и так далее. Хотя вот «Грация» это удается, тем не менее, но у «Грации» все-таки лицензии, поэтому мы какие-то все-таки можем брать материалы. Да, у вас контент же все-таки тоже поменялся, да? Потому что контент стал весь локальным, у вас сейчас нет доступа к международному контенту, я так понимаю, по тем изданиям, где нет лицензии. Да, да, естественно. Ну, ты знаешь, если про это говорить, вообще, честно говоря, порядка 85% контента было русским. То есть даже «Харпес базар» во главе с Дашей Велидеевой не так много синдикаций брала. А если говорить про обложки, то последние вот года 3-4 перед переменами всеми мы практически не синдицировали. Ну, вот, например, «Космо», ну, две в лучшем случае, там, из 11 обложек мы брали синдикации с какими-то супермировыми, я не знаю, JLO там и так далее. А так мы снимали свои обложки. Надо сказать, что наши обложки как раз уходили в синдикацию очень часто. Уж у «Базара» это просто постоянный, у «Исквайр». Понятно. Ты еще сказала, что вам удалось, по сути дела, превзойти показатели 2021 года, в прошлом, в 2023 году, да? Вот где секрет? Потому что это также говорилось, что большинство рекламодателей ушло. Вот как это? Большинство рекламодателей уходит, но финансовый результат вам удалось все-таки улучшить. Слушай, ну, это, конечно, глобальная работа по перестройке вот этой рекламного, скажем так, пула наших рекламодателей. Он вообще поменялся, да? То есть весь маркет, то есть здесь, в общем-то, понятно, что если 70% ушло, то где же искать эти, собственно, деньги, на которые, по сути, бизнес существует? Мы провели большую работу, и действительно, во-первых, на рынке появилось достаточно большое количество новых брендов. Во-вторых, мы вели очень активную работу с неэндемичными для нас сегментами. Это и производство социально значимой рекламы, это и какой-то госсектор, какая-то промышленность. То есть у нас, в принципе, есть в портфолио достаточно большое, охватывает практически все интересы современного человека. И поэтому, в принципе, тот же техинсайдер, бывший популярный механик, пишет много про науку. Поэтому, в принципе, нам удалось заменить вот этих ушедших рекламодателей практически на 70%. То есть и эти 70% именно неэндемичные. Да, я скажу, что это непростая работа, но, тем не менее, она, в общем-то, идет достаточно успешно. Скажи, а вот если мы берем печатное издание и дырочное направление, и сейчас больше направление нацелено на дырочное направление, оно более, скажем так, прибыльное, оно будет приносить больше денег, чем принт? Да, конечно. Ну тут давай прям сразу будем говорить честно. Что касается принта, он тоже прибыльный, потому что у нас жесткая позиция, потому что, ну, это бизнес, да, это не просто там что-то, не знаю, мы выпускаем красивый журнал, да. Поэтому у нас очень жесткие условия, и все наши паблишеры это прекрасно знают, что журнал выходит только в том случае, если он эффективен, то есть если у него положительный эбит. Если вы видите на полках наши журналы, это значит, мы на них как-то заработали. То есть просто так они туда не попадают. Дигитальное направление, оно само по себе более эффективное с точки зрения бизнеса, ну, во-первых, потому что там есть определенный рост рекламный, да, и рыночный, и плюс мы сами очень активно прирастаем, да, в этом году мы существенно выше рынка, вот если брать 23-22, там порядка 65% рост, то есть он прям очень-очень серьезный. Это реклама доходов. Да, это ревеню, да, вот, соответственно. И он, конечно, более эффективный, потому что, во-первых, там, помимо прямых продаж, спецпроектов, там, я не знаю, каких-то креативных историй, у нас есть программатические продажи, это вообще очень эффективный рост бизнеса, там, у нас сейчас где-то делится, там, 60 на 40, 60% это прямые продажи, а 40% это, соответственно, РТБ. Слушай, вынужден тебя прервать на минутку. Дорогие телезрители, рекламная пауза. И снова здравствуйте. В эфире программа «Индустрия и красоты» и я, ее ведущий, Эдгар Шабанов. А в гостях у нас сегодня генеральный директор медиахолдинга, Independent Media, Наталья Веснина. В первой половине мы говорили, в принципе, о ваших бизнес-показателях, которые очень хорошие. И очень приятно услышать, что 23-й год стал для вас более успешным, чем 21-й год, когда еще все рекламодатели присутствовали и так далее. Но давай немножко поговорим про вызовы. Какие вызовы сейчас медиа-индустрии основные? Слушай, ну, мне кажется, мы вообще живем в постоянном, пермаментном вызове, особенно последние несколько лет. Мы действительно как тот кораблик, который то на волне, то... И постепенно к этому привыкаем. Ну, конечно, говоря сейчас о рынке, можно отметить то, что мы, в общем-то, с тобой являемся всем. Мы являемся свидетелями глобальной перестройки, структуры рынка. Появляются новые игроки, о чем мы с тобой говорили. Перераспределяются какие-то силы внутри рынка. И, на мой взгляд, вот проблема еще в том, что прерваны вот эти коммуникационные цепочки, которые отстраивались много-много лет, и их возобновлять всегда сложно. И сейчас идет вот этот процесс. И мне кажется, очень много усилий со стороны всех компаний сейчас. Мы как будто оказались немножко на новом рынке. И нужно искать новых партнеров, искать новые решения. И так далее. То есть постоянно адаптироваться. И это, конечно, непросто. Но выживает тот, кто умеет это хорошо делать. А с точки зрения, вот, скажем так, самого рынка, вот медийного, рекламного, конечно, вот это короткое планирование ситуационное. Это сложное как и для планирующих, так и для тех, с кем мы работаем. Да, то есть это отсутствие такой, какой-то вот кадровый голод, именно особенно по новым направлениям. Это ощущается очень сильно, потому что вот мы периодически ищем людей на какие-то новые дигитальные направления, найти их достаточно сложно. Есть определенная ситуация, когда еще очень сильно выросли зарплаты, потому что, естественно, кадровый голод ведет к тому, что люди хотят получать больше денег. И сейчас сложнее такого качественного специалиста найти за какие-то, в общем-то, вполне адекватные, как нам раньше казалось, вознаграждения. Есть вот эта дробность рынка, снижение среднего чека. Мне еще достаточно не хватает, вот, с точки зрения, там, после ухода наших партнеров, какой-то вот такой информации про, куда движется сейчас вообще глобальный рынок, да, какие на нем присутствуют глобальные задачи и так далее. Конечно, мы это все выискаем по крупицам, где возможно. Раньше нам просто давали какие-то большие обзоры, мы это могли, в общем-то, четко понимать. Слушай, мне кажется, что один из вызовов также – это борьба за деньги рекламодателя. Рекламодатели, да, потому что, в частности, из нашего разговора я понял, что вы отлично с этим справляетесь, да, но, в принципе, появились альтернативные медиа, по сути дела блогеры, инфлюенсеры и так далее, да, которые тоже отнимают, на самом деле, большие рекламные бюджеты. Поэтому, может быть, расскажешь, у вас есть, как вы с этим справляетесь, да, как вы привлекаете бюджеты-рекламодателей, да, может быть, вы тоже используете какие-то другие формы, кроме print и digital, да, классическом его понимании, скажем так, для общения с клиентами, с читателями? Конечно, конечно, это вот к вопросу твоему о медиахолдинге, действительно, сейчас, на текущий момент в компании работает, ну, то есть каждый бренд работает с таким количеством новых платформ и форматов, какой, наверное, возможно, потому что, как я уже говорила, наша аудитория должна нас видеть, слышать и читать на абсолютно разных платформах. Мы запускаем подкасты, работаем с подкастами, вот уже более, наверное, пяти лет, и они приносят нам определенные деньги. Очень много видео, естественно, потому что все больше и больше потребление видео растет, и вообще современное молодое поколение, мне кажется, уже перестает читать и слушать, они только смотрят, да, даже новостные, я не знаю, поиск уже идет у детей по видео, да, то есть это удивительная история. Естественно, у нас есть телеграм-каналы у каждого бренда, и это не просто телеграм-каналы, это уже отдельные медиа, в которых есть отдельный редакционный план, есть отдельная команда, есть отдельная рекламная интеграция для клиентов. Естественно, мы очень-очень много работаем, продолжаем работать и с нашими сайтами, и с нашими журналами, но, конечно, конечно, формат сейчас уже глобальный, то есть вы должны нас видеть, слышать и читать везде, где только можно. Да, это действительно так. Скажи, вот многие рекламентатели ушли, в частности, я так понимаю, что и индустрия красоты, но, под которым я понимаю, парфюмерия и косметик, которые тоже были очень большим рекламодателем, да, все-таки они ушли. Это так? Это так, конечно. То есть выручка, так сказать, от них сократилась значительно? Конечно, она сократилась. Но просто присутствует пока еще. Но, если мы сейчас говорим, например, про топ, я не знаю, 15 наших направлений, сегментов внутри рекламы нашего, нашей рекламы, соответственно, бьюти и фэшн все-таки пока еще входит в топ-5, не на первом месте, но тем не менее входит. А кто на первом месте? На первом месте у нас сейчас, ты будешь, наверное, удивлен, но это техника. Не автомобили даже китайские? Нет, не китайские автомобили. Нет, это техника, это различные, знаешь, там, какие-то фонды по поддержке, там, производство социального контента и так далее. То есть с этим мы очень много работаем. Это банки. У нас очень хорошо в этом году выросли телеком, ритейл, онлайн-кинотеатры. То есть, в принципе, это некое, я бы сказала, отражение того, что происходит на рынке, потому что ты видишь, какие отрасли развиваются, естественно, у них есть задачи решать свои какие-то рекламные задачи, и они, естественно, к нам приходят, поскольку мы действительно даем вот тот самый качественный стори-тейлинг, тот качественный подход к производству качественного контента, контента, которому можно доверять, и, естественно, это все растет. К вопросу о китайцах, автомобилях, они, к сожалению, пока еще не, 21-й год не догнали, но в ряде наших продуктов, в мужских, они действительно имеют достаточно большой кусок, то есть большую долю. Вот если мы говорим про Man2Day, например, там 30% в принте — это автомобиль, и 15% в дичитале, и в техинсайдере там, по-моему, 10-15, такое соотношение. Но это большой кусок в рекламном пироге, то есть все-таки они присутствуют. Ну, мне интересно, ты как женщина и, с другой стороны, руководитель, генеральный директор, да, вот как ты гармонию, баланс держишь в своей жизни для того, чтобы не слишком переработать, но в то же время оставить какое-то время для себя, свой собственный лайфстайл, это тоже сейчас все-таки стильное, модное разнообразие, так сказать, лайфстайлом. Это для меня, честно говоря, такая прям вообще большая проблема, но я на самом деле, у меня есть какие-то моменты, которых может быть, может быть, ну, я не знаю, я не трачу на это много времени, но это мне дает очень такое серьезное восстановление. Я практически каждый день, наверное, по часу, у меня недалеко от дом-парка, стараюсь либо быстро ходить, либо пробежаться, это фантастическая энергия к тебе приходит, особенно сейчас, и это прям возвращает тебя к жизни, и после этого можно как-то жить, и я немножко занимаюсь теннисом, ну, это такая еще институтская привычка, вот. Ну, и у меня есть любимые люди, семья, друзья, и это самое, наверное, большая душно в жизни, потому что это, конечно, большой заряд энергии. Нет, парфюмерия и косметика тоже присутствуют в твоей жизни, я так понимаю, да? А, ну, конечно, она присутствует. Любимые ароматы. Да, слушай, ну, ты знаешь, вот это такой триккий вопрос немножко, потому что у нас все-таки партнеров много, поэтому я бы не хотела бы. У меня есть любимый аромат, но я не буду его называть, хотя я с ним, наверное, лет 10, мне очень сложно его поменять. Хорошо, какое место в твоей жизни занимает уход за кожей? Как ты пользуешься часто декоративной косметикой и так далее? Либо ты минимально любишь употреблять декоративную косметику? Ну, я ее употребляю каждый день, кроме выходных. Потому что выходные, это драны, джинсы, и вообще счастье побыть собой. Вот так, конечно, я пользуюсь с огромным удовольствием. У меня есть любимые марки декоративной косметики, я с удовольствием с ними. И, как правило, ты знаешь, я вообще козерог, поэтому я всегда подсаживаюсь на что-то одно, и мне очень трудно сдвинуть это прям вообще-то. Понятно. Не скучаешь в этом контексте, не скучаешь по ушедшим брендам? Нашла новые какие-то? Нашла, да, нашла. Я, честно говоря... Ну, и потом есть ряд, которые остались, и я к ним всегда очень хорошо относилась. Я даже, думаю, знаешь, что я имею в виду. А что касается ароматов, ты знаешь, вот для меня еще вот ты спросил про то, как сохранять баланс, я вот такой большой фанат. Ну, наверное, это правильно назвать ароматерапия. Но вот когда я слышу, я не знаю, запах скошенной травы, такие максимальные... Или вот я помню, что в какой-то поездке мне просто дали в руки лемонграсс, знаешь, вот эти зеленые листики, их потерли, и вот этот запах естественного лемонграсса, он, конечно... И это так снимает какое-то напряжение. Все-таки это очень такая хорошая история. Отлично. Завершение передачи у нас осталось еще несколько минут, точнее, несколько секунд. Хотела спросить про планы медиахолдинга Independent Media на будущее. Что хотелось бы выделить? Да, да, ну планы однозначно развиваться, потому что, ну, судя по тому, в какой мы сейчас находимся в форме, в спортивной, такой подтянутой, у нас действительно есть возможность и инвестировать, и развивать. Мы, конечно, будем развивать технологии, мы, конечно, будем развивать новые форматы. Я очень надеюсь, что в этом году мы еще сообщим об открытии новых продуктов. Это прям мы очень хотим. Поэтому, в общем-то, ждите от нас новостей. Ну, очень интересно. Спасибо большое за такой интересный разговор. Дорогие телезрители, программа «Индустрия красоты» подошла к концу. Вел программу Эдгар Шабанов. В гостях у нас была Наталья Вестина. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!